МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Журналисты на экскурсии в Гродненском районе, министры сельского хозяйства и здравоохранения в вузах города и туристы горно-пешеходного спорта на улицах Гродно. Здравствуйте! Вы смотрите события недели на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дёрть. Завтра все педагоги страны отмечают свой профессиональный праздник – День Учителя. Он всегда проходит особенно душевно, ведь каждый когда-то был учеником и спешил с поздравлениями к своему любимому учителю. Сейчас в Гродно делятся своими знаниями около 10 тысяч педагогов. Лучшие из них были приглашены на торжественный вечер ко Дню Учителя в Гродненский драматический театр. Мэр города Мячеслав Гой вручил 45 работникам образования награды и поблагодарил всех за нелегкий труд. К поздравлениям присоединилась и наша съемочная группа. Традиционно в первое воскресенье октября в Беларуси отмечается День Учителя. Педагогическая деятельность всегда требовала особого признания. В настоящее время в нашем городе функционирует более 150 учреждений дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, в которых трудится свыше 10 тысяч педагогов. Многие из них накануне профессионального праздника были приглашены на торжественный вечер в Гродненский областной драматический театр. К педагогику пришла осознанно, работаю уже много лет и вообще старше меня педагогически больше 20 лет. Уже 13-й год работаю в отделе образования. Настроение чудесное. Я хочу пожелать здоровья и уважения к учащимся. Вот чего сейчас не хватает педагогов. По словам мэра Мячеслава Гоя, городским исполнительным комитетом выделяются значительные финансовые средства для реализации программ развития системы образования. Только за последние 4 года в областном центре построены 3 новые школы и 5 детских садов. Бюджет города Гродно предусматривает 40% финансирования и содержания образования. Это достаточно серьезная цифра. Насколько мы много уделяем внимания, насколько много финансируем, настолько мы много и спрашиваем. Но я вижу, что в последнее время у нас очень серьезные есть результаты. Это хорошие результаты на Олимпиадах, хорошие результаты при поступлении, на тестировании. И это дает определенные плоды. Во время торжественного вечера в адрес собравшихся звучали теплые слова признательности и огромного уважения. Как было отмечено, профессия педагога очень важна. Именно от его труда во многом зависит будущее страны. 45 педагогам были вручены награды за добросовестный труд и любовь к детям. С наступающим праздником всех учителей поздравил и председатель Гродненского горосполкома Мячеслав Гой. Уважаемые учителя, уважаемые педагоги, в этот прекрасный день октябрьский я хочу всех поздравить, пожелать, конечно же, успехов, конечно, прекрасных учеников. Конечно же, здоровья всем, удачи и благополучия. Телерадио и тщательный канал Гродно Плюс присоединяется к поздравлениям и желает учителям крепкого здоровья, успехов в их нелегкой работе и семейного благополучия. Учитель, нас главное в жизни, учитель, правда, ну и можно, скажите, что-то не знаю. Юлия Косила, Андрей Шмыгин, Сергей Печерица, Новости Гродно Плюс. Во вторник, 29 сентября, прошла масштабная пресс-конференция губернатора Гродненской области Владимира Кравцова. Целый день журналисты провели в Гродненском районе. Коптевка, Индора, Луцковляны приятно впечатлили представители СМИ. Спортивный туризм в школе, новый ясли-сад, уникальная аллея в костеле и выращивание нетипичной для Беларуси культуры зеленого горошка. Все это буквально в 15 километрах от областного центра. Завершилась встреча общением губернатора с прессой. Обо всем подробнее в репортаже Юлии Косила. Масштабная пресс-конференция председателя Гродненского облсполкома Владимира Кравцова началась со своеобразной экскурсии по Гродненскому району. В этот раз журналистам решили показать не только успешные вертелишки и квасовку, а тихие, но от этого не менее благополучные агрогородки. За последние годы значительно обновилась Коптевка. Год назад здесь построили новый ясли-сад, которые здесь были крайне необходимы, ведь до этого дети находились в обветшалом здании 1935 года постройки. Сейчас 89 воспитанников сада проводят день в уютном помещении, где созданы все условия для их здоровья и отдыха. Гордятся в Коптевке и своей средней школой. Аккуратные классы, зимний сад в холле – все это заслуга учителей, которые привили культуру своим ученикам. К тому же многие из учащихся активно занимаются спортивным туризмом. Занятия по нему проводятся прямо на базе школы. Коптевские ученики признаны сильнейшими в области по этому направлению и привозят в соревнованиях только первые награды. Наша школа с туристско-криеведческим направлением. Заниматься туризмом мы стали с 2001 года. И с 2001 по 2005 год турслеты проводились исключительно в спортивной направленности. С 2006 года мы взяли направление краеведческое. У нас сейчас две группы, это 30 человек. Дети и с девиантным поведением, и с малообеспеченных семей, и проблемные, трудные. Очень приятно, что занимаются туризмом у нас не только ребята, но занимаются и родители, бывшие выпускники, педагоги. Много внимания в Коптевке уделяют и культуре. Здесь работает специальный центр, где взрослые и дети могут найти для себя хобби или прийти за книгой в библиотеку. В свою очередь работники культуры региона постоянно сотрудничают с агроусадьбами, которых в Гродненском районе 75. В одной из них для журналистов даже устроили небольшой концерт. А духовно обогатиться жители агрогородка могут в костеле Успения Пресвятой Богородицы. Здесь создана уникальная аллея памяти, где собраны древние камни со всей Беларуси. А также хранится единственная в своем роде икона из Гродненской фары Витовта, которую взорвали в 1961 году. Следующая точка маршрута – агрогородок Луцкавляны. Здесь размещается успешная СПК имени Денщикова. Дела у кооператива идут неплохо. Средняя зарплата составляет около 8 миллионов рублей. Председатель СПК Василий Свирид руководит предприятием уже 35 лет и свое дело знает и любит. Он поделился, что нехватки в работниках на СПК нет. Трудиться сюда едут даже из города. Кооператив занимается несколькими направлениями. От выведения отборных сортов яблок до выращивания непопулярной в нашей стране культуры – зеленого горошка, который является импортозамещающим товаром. Журналисты посетили молочно-товарную ферму «Раница». Ведь именно производство молока считается самым прибыльным в кооперативе. Его рентабельность составляет 56%, а доход – более 6 миллиардов рублей. Сегодня мы посещаем эту молочно-товарную ферму «Раница». Здесь вдой сегодня 25,8 литра на корову. В целом по хозяйству за 80% надоели 5938 килограмм молока. Если в целом, то около 12 тысяч тонн молока. В этом году строится у нас свиноферма под корму свиней на 2720 голову. Сметная стоимость – 16 миллиардов рублей. Построен уже маточник 110 станков и сдан в эксплуатацию 8-квартирный дом. После знакомства с жизнью Гродненского района у журналистов накопилось немало вопросов, которые они смогли задать на пресс-конференции губернатору области Владимиру Кравцову. Он, в свою очередь, рассказал представителям СМИ о результатах этого года и планах. Председатель облсполкома заверил, что сильного падения экономики не произошло. Сейчас упор делают на химическую промышленность, производство изделий из дерева и переработку сельхозпродукции. Губернатор отметил, что в нашей области самый высокий уровень урожайности по стране. Но сейчас нужно больше поработать в сфере животноводства. В данный момент в области строятся два свинокомплекса, чтобы достичь того уровня производства свинины, который был до африканской чумы. Основные задачи на ближайшее время – это инвестиции, экспорт и занятость. С последним ситуация пока остается напряженной. Наши земляки возвращаются из Российской Федерации, а их там работало у нас немало, потому как уже в России не заработаешь то, что раньше мог заработать, даже работая в спартанских условиях. И они приходят, безусловно, они желают найти здесь работу. Это увеличивает напряженность на рынке труда. И плюс известный декрет номер три. Он тоже сработал, и определенная часть людей пришли и заявили свои, так сказать, потребности в работе. Во всяком случае, зарегистрировались в службе занятости. Сегодня у нас по области напряженность на рынке труда – 1,4 безработных на одну вакансию. Но в ряде регионов выше, выше двух, безработных на одну вакансию в Гродно и в Лидель. Журналисты поинтересовались у губернатора и развитием внешнеэкономических связей. Ведь сегодня экспорт – одно из приоритетных направлений работы исполнительной власти. Кроме российского рынка, он был и есть, останется для нас основной. Иллюзии тут никто не питает в ближайшее время, в ближайшие годы. Но развивать другие рынки мы обязаны находить их. В последнее время мы активно поработали с Китайской народной республикой, с Китаем. Здесь у нас перспективы – это в продаже молочных продуктов на китайском рынке. И подходы такие есть, интересы есть. В частности, не все там могут работать. Но вот Белак, допустим, есть хорошая перспектива. И он сейчас заканчивает сертификацию своей продукции на китайский рынок. Значит, заключил уже договор, контракт на 5 миллионов долларов. Пусть сумма небольшая, но это уже первый шаг. Продаж на китайский рынок стеклозавод Неман. На пресс-конференции затронули и социальную тему. Владимир Кравцов рассказал, что в ближайшее время в областной больнице появится уникальный магнитно-резонансный томограф, на который потратили 1 миллион 300 тысяч долларов. От нашего телеканала был вопрос по поводу историко-культурного наследия Гродно. Вы говорили о Святске, а что по поводу реконструкции Гродненского замка? И еще такой вопрос, будут ли в этом году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, будут ли в этом году в области, в частности в Грозно, открыты, может быть, новые памятники, либо мемориальные комплексы? Что касается замков наших, там процесс идет. Он медленно идет, потому что там нельзя быстро. Это не какой-то объект. Там, понимаете, шаг вступил, и рядом стоит этот археолог, историк с Министерства культуры, который должен посмотреть, что выкопали и так далее. Потому что это наша история, там вот эти столетия все копилось, и там каждый слой или там отбили штукатурку, надо обязательно сфотографировать, взять там что-то, отодрать кусок кирпича, исследовать и так далее. Те средства, которые необходимы для начала, они у нас выделены, и мы их там потихоньку финансируем. Но процесс этот идет, но он, еще раз повторяю, не такой быстрый. После дня, проведенного в Гродненском районе, стало ясно, что развивается сегодня не только город, но и провинция. В ней созданы все условия для насыщенной и интересной жизни. Юлия Косила, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. На этой неделе студенты двух гродненских вузов смогли напрямую пообщаться с высоким руководством. В понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц посетил с рабочим визитом Гродненскую область и провел встречу с преподавателями и студентами Аграрного университета. Он рассказал коллективу вуза о текущем положении дел в стране и ответил на вопросы аудитории. Обо всем подробнее Юлия Косила. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц сегодня впервые посетил Гродненский аграрный вуз. Он познакомился с работой университета, его достижениями и материально-технической базой. После небольшой экскурсии по вузу Леонид Заяц провел встречу с коллективом и студентами Аграрного университета. Говорили о многом – о тяжелых 90-х годах, когда сельское хозяйство было в упадке, и о сегодняшнем процветании сферы. За последние 10 лет в развитие сельского хозяйства было вложено 17 миллиардов долларов, и результат не заставил себя ждать. Сейчас Беларусь находится на первом месте среди стран СНГ по количеству хлеба, мяса, молока и картофеля на одного человека. Встреча с будущими аграриями прошла в Гродно не случайно, ведь именно наш регион не первый год является лидером по урожайности. Это столица урожая, столица таких экономических показателей, никаких новых технологий в животноводстве, растеневодстве, которые характерны для этого региона. Многие регионы Республики Беларусь и районы, из хозподприятия с удовольствием черпают опыт именно хозяйства Гродненщины. Даже в этом году передовое хозяйство Республики Беларусь, которое расположено в Гродненском районе, прогресс в Рецелищике, который обеспечивал урожайно-зерновую культуру в этом году в размере 104,1 центра за гектар. Это подвиг, настоящий трудовой подвиг. Свои вопросы задали министру сельского хозяйства и продовольствия и гродненцы. Аудиторию интересовала взаимная торговля с соседними странами, вступление страны в ВТО, а также результаты второго форума регионов Беларуси и России, который недавно прошёл в Сочи. По мнению Леонида Зайца, вполне объяснимо, что накануне выборов президента Республики гродненцев волнует положение дел в различных сферах. Каждый человек, достигший совершеннолетия, сегодня обязан исполнить свой гражданский долг, прийти на избирательный участок и отдать свой голос за кандидата в президенты, за того человека, который обеспечит динамично, прогрессивно такое развитие, которое имеет наша страна в настоящее время. И была встреча здесь, именно и с педколлективом, и с студентами университета, поговорили, естественно, о нынешних делах, о перспективах развития, и, безусловно, тронули этот вопрос, который касается сегодня каждого жителя. Потому что мне, допустим, как гражданин Республики Беларусь, я думаю, и вам, и каждому человеку нашей страны, не безразлична судьба нашего государства. В какие руки эта страна попадет. Леонид Заяц рассказал и о планах в сельском хозяйстве. Здесь основной упор будет сделан на культуре земледелия и оздоровлении экономической ситуации аграрных предприятий, где каждый рубль должен давать хороший урожай. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Динамичное развитие здравоохранения, успешное использование импортозамещения, качественная подготовка молодых специалистов. Во вторник Гродненскую область посетил министр здравоохранения Беларуси Василий Жарко. В ходе визита он ознакомился с работой районных поликлиник и больниц, а также провел встречу с преподавателями и студентами Гродненского медицинского вуза. О достижениях белорусского здравоохранения и планах на ближайшее будущее в сюжете Натальи Иванченко. Повлеченность молодых кадров, ориентирное импортозамещение и удержание достигнутых результатов. Эти и многие другие темы поднял сегодня министр здравоохранения Республики Беларусь Василий Жарко на встрече со студентами и трудовым коллективом Гродненского государственного медицинского университета, куда он прибыл в рамках своего визита. Обсудить хотелось многое, ведь задачу здравоохранения нашей страны на ближайшую перспективу достаточно. Для меня самое главное – это обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи. Сейчас не зима, не сплет заболеваний, поэтому сейчас как раз надо работать с населением в плане профилактики и предупреждения заболеваний, диспансеризации. Вот это основная задача нашей отрасли – выстроить работу первичного звена. Стационары мы уже отладили. Есть немножко шероховатости, но это так незначительно. А вот первичку необходимо отладить. И задача эта стоит, мы так себе в Израиле ставим задачу, чтобы за год вопросы оказания медицинской помощи на амбулаторном звене были отлажены. Сейчас наблюдается динамичное развитие отрасли. Это касается многих факторов. И позитивной тенденции по ряду демографических показателей, и активному импортозамещению. Ежегодно в Беларуси выпускается 80-90 новых наименований лекарств по технологиям зарубежных фирм. Заострил внимание Василий Жарко на важности вливания молодых кадров в медицинскую сферу. На сегодняшний день в нашей стране сделано все, чтобы система здравоохранения не стояла на месте, и медицинская помощь была бесплатной, доступной и качественной. Самое главное, по словам министра, не потерять то, что достигнуто в этой сфере за последние годы. А на сегодняшний день и так результаты есть. Если брать страны постсоветского пространства, мы лидеры по оказанию медицинской помощи, по всем показателям. Если брать в масштабах мира, мы тоже в десятке. А по некоторым показателям, таких как материнская, младенческая смертность, мы вообще вверху занимаем лидирующие позиции. О том, что нас признали, свидетельствует тот факт, что 21-22 октября будет министерская конференция. Приедут 53 министра европейской региона к нам в Минск. Это говорит о том, что здравоохранение нашей страны признано. На встрече в медицинском университете Василий Жарко ответил на все интересующие вопросы студентов и преподавателей. В завершении визита министр здравоохранения посетил несколько районных медицинских учреждений Гродничины. Наталья Иванченко, Сергей Печерица. Новости Гродно+. А в среду аграрный университет вновь посетили важные гости. Здесь побывал председатель Гродненского облсполкома Владимир Кравцов. После небольшой экскурсии по вузу губернатор пообщался с преподавателями и студентами. Основная идея встречи в том, что молодежь должна понимать, какие процессы сегодня идут внутри нашей страны и за ее пределами. Владимир Кравцов подчеркнул, что с начала 90-х годов экономика Беларуси сделала значительный скачок. В данное время государство признано стабильным и успешно развивающимся. Все подробности у Аллы Внучку. Гродненский государственный аграрный университет, динамично развивающийся многопрофильный учебно-научный центр, готовящий специалистов высшей квалификации для агропромышленного комплекса всей страны. Сегодня здесь встречали губернатора области Владимира Кравцова. Беседа носила в первую очередь информационный характер. Председатель Гродненского облсполкома поделился с присутствующими планами на будущее, рассказал, над чем работает вертикаль власти в данный момент, заострил внимание на достижениях за последнюю пятилетку. Сегодня сельское хозяйство Гродненщина, оно общепризнано в республике, что действительно это занимает передовые позиции по многим направлениям в аграрном производстве. А безусловно, заслуга в этом специалистов, людей. А основные специалисты мы готовим их здесь, в Гродненском аграрном университете. Ежегодно сотни молодых специалистов, выпускников аграрного университета попадают в сферу сельского хозяйства Гродненщины и демонстрируют соответствующий уровень знаний и навыков. В ВУЗе используются прогрессивные методы и технологии обучения, ведется совместная образовательная и научно-исследовательская деятельность со специалистами стран ближнего и дальнего зарубежья. Молодые люди, получив диплом о высшем образовании, с первых дней работы передовые технологии внедряют в практику и делают это довольно успешно. Мы хотели бы проинформировать и студентов, и преподавателей, преподавательский состав ВУЗа о том, что сделано, что делается, и в перспективах наших дальнейших работ и дальнейших действий. Безусловно, в чем мы видим и их вклад в социально-экономическое развитие в Гродненской области. Владимир Кравцов обратил внимание присутствующих на основе государственной политики, попытался доступно и правдиво донести до умов молодых людей те процессы, которые происходят внутри нашего государства и вокруг него. Главное, подчеркнул губернатор области, что в стране есть мир, спокойствие и порядок. Также Владимир Кравцов призвал молодежь к активной жизненной позиции и взаимодействию накануне главного общественно-политического события страны. Алла Нучко, Юрий Дубовик, Новости, Гродно+. Завершилась эта неделя празднованием настоящего дня добра и уважения. В пятницу весь мир отметил Международный день пожилых людей. Он призван привлечь внимание общественности к проблемам граждан пожилого возраста и обеспечению необходимого ухода за ними. Так называемый третий возраст открывает перед человеком новые перспективы. Об этом говорили на торжественном концерте ко Дню пожилых людей, который прошел в Гродненском музыкальном колледже. Сюда пригласили ветеранов, членов общественных организаций, а также пенсионеров с активной жизненной позицией. К поздравлениям присоединилась Вероника Цыганок. Главное – душой и сердцем не стареть. В Октябрьском районе Гродно уже стала доброй традицией в первый день октября поздравлять и чествовать пожилых людей. Тех, кто всю жизнь трудился на благо Родины и своей семьи. Сегодня в Гродненском музыкальном колледже в честь Международного дня пожилых людей состоялось торжественное мероприятие, на которое были приглашены пенсионеры города, области, заслуженные члены ветеранских организаций, общественных объединений Фонд мира и Белорусский союз женщин. Я представляю сегодня Белорусский союз женщин, нашу Гродненскую областную организацию. К нам из всех уголков нашего Принеманского края приехали женщины, которые вносят достойный вклад в развитие нашей замечательной Гродненской области. Правда, они на заслуженном отдыхе, большинство из них, но они очень активно работают, продвигая наше женское движение. Самые искренние слова благодарности и поздравлений лились в адрес виновников торжества из уст главы администрации Октябрьского района Гродна Анатолия Бубина и его заместителя Жанны Грицкевич. Они отметили, что в Принеманском крае к пенсионерам относятся с трепетом и уважением. За активность и творчество их наградили грамотами, дипломами и подарками, а также подготовили культурную программу. Со сцены звучали как лирические композиции на родном языке, так и веселая музыка саксофона. Сегодня пригласили полный зал не только с Октябрьского района, но и Фонд мира, и Совет женщин, и ветераны, и пожилые люди с разных районов в гости к нам приехали в Октябрьский район со всей области. Это сегодня для них концертная программа. Чествование, поздравления будут, подарки, грамоты, призы. Мы их поблагодарим за то, что они сделали. Это все, что они сотворили в нашем районе, это все и благодаря им и их руками. Тамара Ковалевская, к примеру, своими руками поднимала систему образования нашей республики. Закончив Гродненский университет и аспирантуру Академии наук, более 30 лет она проработала учителем истории в 141-м профессионально-техническом училище Гродно. Сейчас женщина руководит вокальной группой Центра социального обслуживания населения Октябрьского района Гродно. Поет и сама, как и ее молодая душа. Сегодня такой день, когда каждый пожилой человек все-таки считает себя молодым. Возраст есть только у тех, кто уже, как говорят, сложил крылышки и ни о чем другом не думает. А люди, которые сегодня пришли сюда, это люди творческие, люди, которые живут полной жизнью, плодотворной. Многие из них участвуют в самодеятельности, многие приходят делиться своим опытом, приводят своих внуков. Вот посмотрите, здесь есть и внуки, это будущее наше. И, как говорят, мы вместе с детьми выходим в рассвет и встречать. Мысль о связи и преемственности поколений не раз звучала на мероприятии. В фойе можно было увидеть выставку детских работ. Пестрые картины, поделки из глины, изделия с любопытством разглядывали присутствующие пожилые люди. Они с большим удовольствием приняли теплой сердец и доброту молодых творческих дарований. Сегодняшний день стал для пенсионеров настоящим праздником. Вероника Цыганок, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Далее в нашей программе. Профессиональное достоинство и честь мульдира для них не просто слова. В Гродно в торжественной обстановке отметили 95-ю годовщину патрульно-постовой службы милиции. От скромной читальни до крупнейшего культурного центра. В Гродненской областной научной библиотеке имени Карского исполнилось 185 лет. Под пристальным вниманием правоохранителей сотрудники Ленинского РУВД провели специальный комплекс мероприятий под названием «Надзор». Тепло и уют в каждый дом. В микрорюне Барановичи 5-6 на первых из участков подвели газ. Движение по наклонному канату, преодоление вертикальных препятствий, спуск на карабине. В Гродно впервые проходит международное соревнование по туристско-прикладному многоборью в технике горно-пешеходного туризма. 95 лет патрульно-постовой службы отметили в Белоруссии. С момента ее образования сложилось немало добрых традиций, на которых сегодня воспитываются молодые сотрудники. В первую очередь это добросовестное исполнение служебного долга, защита законных прав граждан, борьба с преступностью и сохранение справедливости. В настоящее время подразделения ППС превратились в один из самых многочисленных и боеспособных отрядов органов внутренних дел. Тему продолжит Алла Внучко. Сегодня исполнилось 95 лет патрульно-постовой службы милиции. На плацу перед зданием УВД Гродненского облсполкома собрались те, кто добросовестно исполняет служебный долг и за дня в день мужественно защищает законные права и интересы граждан, борется с преступностью, обеспечивает торжество закона и справедливости. Перед собравшимися выступил начальник УВД Гродненского облсполкома Вадим Синявский. Когда вы заступаете на службу, вы должны с твердостью и уверенностью знать, что государство, Республика Беларусь, ваши командиры и начальники будут стоять на страже, в том числе и ваших интересов. Никогда не дрогнут перед какими-то сложностями и трудностями, с которыми мы сталкиваемся в ходе повседневной деятельности. Сегодня патрульно-постовая служба милиции – один из самых многочисленных и боеспособных отрядов органов внутренних дел. Возросла их техническая оснащенность, расширилась материальная база, существенно изменилась методика и тактика раскрытия преступлений. За умение быстро ориентироваться и правильно действовать в сложной обстановке, брать на себя ответственность в экстремальных ситуациях, лучшие представители профессии были награждены медалями, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами. Выступающие выразили надежду, что и впредь сотрудники патрульно-постовой службы Гродничины будут неустанно и самоотверженно трудиться на благо нашего народа. Дата серьезная – 95 лет и 10 лет образования полка. Ну, конечно же, пожелать в первую очередь здоровья, профессионального роста и по званиям, по должностям, благополучия родным, близким, семьям. Ну и, конечно же, нашим ветеранам тоже их хочется поздравить и пожелать того же, чтобы, и самое главное, чтобы количество выходов на суду уравнялось, количество возвращений домой. Перед присутствующими также выступил полковник милиции в запасе Юрий Чабанов. Более 25 лет он прослужил народу и милиции, прошел путь от бойца до заместителя начальника милиции общественной безопасности УВД. Полковник в запасе наградил молодых сотрудников холодным оружием и пожелал им всегда оставаться в строю. Клирик Свято-Борисоглебской церкви Игорь Данильчик благословил личный состав и осветил парадный расчет Святой Водой. После торжественного митинга состоялся праздничный концерт, где звучали пожелания дальнейших успехов в нелегкой, но такой почетной и благородной службе. Алла Внучко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. На этой неделе в городе отметили еще один юбилей. Гродненской областной научной библиотеке имени Карского исполнилось 185 лет. Она является старейшей из публичных библиотек Белоруссии и когда-то начинал свою работу с одного библиотекаря в штате и пожертвованных дворянами книг. Сегодня же Гродненская библиотека – это крупнейший информационный, образовательный и культурный центр области. Праздничные мероприятия в ней проходили на протяжении двух недель – от выставок и экскурсий до открытых форумов. Ученые из четырех стран приняли участие в международной научно-практической конференции «Библиотека сквозь призму времени». Подробности в следующем сюжете. Гродненская областная научная библиотека имени Карского, старейшей в Белоруссии, исполнилась 185 год. Материалы архива усвечают, что решение об ее открытии было принято в вересне 1830 года на нараде у Гродненского губернатора Михаила Бабятинского. Установа, которая размещена в новом замке, является боевым информационным и эдукационно-культурным центром при Неманском крае. Сегодня с этой нагоды в нашем городе отбылась международная научно-практическая конференция «Библиотека про спризму часу». А так само открылась новая зала для проведения презентаций и творчих вечеров. Уделы мероприемствия приняли новоковцы из разных кутков Украины. А так само гости из Польши, Литвы и России. До нас долучатся в ходе конференции наше духовенство, простовники законодавчей и выконавчей улады нашей области. До нас доедут так само наши партнеры из Польши, с которыми разом мы реализуем проект Евросоюза. Я думаю, что в дискуссии мы все сделаем для того, как библиотечная справа в нашей краине поднялась еще на приступок в уши. Особливая увага на конференции была нададена информационным технологиям и международному супрацовництву по межбиблиотеками. Это работа над грантами, над проектами, это обмен опытом, это совместная учеба и так далее. И все это для того, чтобы наши читатели были задоволены в такой час, когда каждый мая компьютеры дома и так далее, чтобы тяга в библиотеку заховалася, чтобы они помнили, что это заховальница важнейшей информации, это еще информационный, эдукационный центр. Что год библиотекой Мякарского корыстаются амаль 44 тысячи человек, среди которых навуковцы, творчая интеллигенция, молодь и дети. Им выдается 900 тысяч экземпляров документов с фонду. Обслуговование корыстальников ожитивляется в 10 отделах библиотеки, что размещены у четырех будинках города. Уведены в практику и новые формы работы. До приклада оформляются выставы экспонатов материальной культуры с приватных коллекций уродинцев, а так само полотна у мясовых мостаков и выработок у народных умельцев. Наталья Иванченко, Андрей Шмыгин, Юрий Дубовик. Новины Гродно+. Чрезвычайное происшествие случилось вчера ночью на Гродненском стеклозаводе. В 3 часа 18 минут спасатели областного центра приняли сообщение о выходе расплавленной стеклянной массы за пределы печи в одном из цехов. Прибывшие через 5 минут работники МЧС обнаружили, что вытекло уже около тонны расплавленного стекла. Расположенное рядом оборудование не пострадало. Персонал цеха самостоятельно покинул опасную зону. Выяснилось, что выход стеклянной массы произошел в результате разгерметизации печи. Всего же в ней находилось 80 тонн расплавленного стекла. Пока спасатели охлаждали водой стволов стекломассу, работники цеха принимали меры для снижения температуры в печи. Оперативные совместные действия позволили быстро остановить выход стекла. В результате происшествия люди не пострадали. Они покинули опасную зону самостоятельно. От духовных бесед до реального трудоустройства. Начать жизнь с чистого листа предложили гражданам, состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции Ленинского района. На этой неделе завершилось специальное комплексное мероприятие «Надзор». Правоохранители отмечают, что уровень рецидивной преступности в этом году значительно снизился. Однако профилактика лишней не бывает. Хотят ли бывшие осужденные становиться на путь исправления, узнавала наш корреспондент. На территории Ленинского РОВД завершилось специальное комплексное мероприятие «Надзор», направленное на снижение уровня рецидивной преступности. По статистике, наиболее частые преступления, которые совершают подучетные, это неуплата алиментов, кражи, незаконное употребление и изготовление наркотических средств, а также уклонение от отбывания наказания либо от превентивного надзора. Основной упор у нас, знаете, на что ведется? На профилактику совершения новых преступлений нашими подучетными. Дело в том, что ограничение свободы, есть такие меры наказания, как ограничение свободы без направления в места лишения свободы. У таких наших подучетных, осужденных, есть ряд ограничений и обязанностей, таких как находиться по месту жительства, либо обязанность трудоустроиться. В такой категории мы оказываем содействие, оказываем помощь в трудоустройстве, осуществляем контроль за условиями порядка отбывания наказания. Возможность трудоустроиться предложили накануне и 48-летнему Гродницу в ходе заседания Совета общественного пункта охраны правопорядка. Владимир ранее отбывал наказание за кражу, однако мужчина отказался от официальной работы, ссылаясь на временный заработок. Основная цель заседания Совета общественного пункта охраны правопорядка и профилактики заключается в том, чтобы оказать помощь в трудовом устройстве при необходимости в бытовом устройстве нашим подучетным и, конечно же, оказать профилактическое воздействие на поведение подучетных. Оказать содействие в трудоустройстве такой категории ЛИС была призвана и акция «Не упусти свой шанс», которая также прошла в рамках специального комплексного мероприятия «Надзор». На встречу с потенциальными работодателями пришли около 50 человек. «Предлагались им вакансии из центра занятости как грузчиков, так и более специализированный труд. Присутствовали представители УЖРЭПа, САХА на данном мероприятии. По результатам на сегодняшний день у нас информация, что уже обратились в центр занятости. Один из подучетных пришел, сказал, что будут обращаться для трудоустройства к грузчикам. Его заработная плата и место работы полностью устроены». В настоящее время на учете в уголовно-исполнительной инспекции Ленинского РОВД состоят 1057 человек. Все они находятся под пристальным контролем Гродненской милиции. Вероника Цыганок, Андрей Шмыгин, Юрий Дубовик. Новости Гродно+. У жителей молодого микрорайона Барановичи 5-6 на этой неделе случился маленький праздник. Тут был произведен пуск газа в частные дома. Дело в том, что активная застройка микрорайона началась еще два года назад. Однако все блага цивилизации начали приходить в новостройки только сейчас. Постепенно газифицировать будут каждый дом. Кто первым смог вручить конфорку у себя на кухне, расскажет Вероника Цыганок. В этот дом номер 13 по улице Волейбольной микрорайона Барановичи сегодня подвели газ. Его хозяин Николай Быцар вместе с женой и сыном первоклассником ждали этого события уже несколько лет. Переехать из тесной комнаты общежития в новое жилье планируют весной-летом следующего года. Как и многие другие жители микрорайона Барановичи 5 и 6, где с сегодняшнего дня начал работать газораспределительный пункт. От него голубое топливо будет поступать в каждый дом. Газификация Барановичи 5 и 6 производилась в два этапа. Первый этап – это строительство распредсетей порядка 6 километров. И второй этап – это установка газорегуляторного пункта, который мы наблюдаем. И сегодня произошел пуск газа в сети нашим потребителям. Так как Николай, ожидая подведения газа и установки оборудования, практически полностью подготовил дом к внешней и внутренней отделке, именно он и стал первым, к кому приехали сотрудники производственного управления Гродногаз. Здесь, на углу дома, они занялись монтажом домового регулятора давления газа. После его установки и проверки оборудования на отсутствие утечки, специалисты начали работу по регулировке газового оснащения внутри дома. Здесь, на будущей кухне, сегодня впервые хозяин смог поставить чайник на плиту. Николай признался, что сейчас дела по ремонту дома будут идти гораздо быстрее. Участок получили мы, по-моему, в 2011 году, строились понемножку. Вот ждали газ, вот газ дали, то уже… Поэтому не переселяли, потому что газа нет, боялись какую-то внутреннюю отделку делать, чтобы потом не переделывать. А сейчас дали газ, то, конечно же, повеселее дела пойдет. Всего в микрорайоне Баранович и 5,6 подведения газа ожидают 458 участков. Хозяева 130 из них готовы это сделать в ближайшие дни. Газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки Барановичи проведен за счет бюджетных средств. Граждане платят только за ввод газопровода в дом и дальше разводку газопровода внутри дома и также за приборы газопотребления. Дело в том, что в основном здесь потребители газа, то есть и застройка микрорайона, представляются людьми, которые нуждаются в улучшении жилищных устроек граждане. Они получили участки и, соответственно, государство обеспечило их подключением за счет бюджетных средств. Многие жители микрорайона ждали подведения газа, чтобы начать ремонтные работы внутри дома. Сейчас, когда здания будут отапливаться, дело будет спориться быстрее. А значит, в ближайшее время несколько сотен семей смогут заселиться в собственное жилье. Вероника Цыганок, Сергей Печерица, Новость Гродно+. Швейцарская долина превратилась в горное ущелье с бурной рекой. Здесь проходит открытый чемпионат страны по туристско-прикладному многоборью в технике горно-пешеходного туризма. Сегодня турнир продолжился соревнованиями на Меловых горах в лесопарке Пышки. Торжественное открытие чемпионата прошло вчера в парке имени Жилибера. Параллельно с ним проходят международные старты по горно-пешеходному туризму с участием команд из России и Украины. Вчера непростые испытания усложнились и расположением площадки состязаний прямо в центре города. Экстремальную трассу оценила Алла Внучко. В Гродно проходит открытый чемпионат Белоруссии и международные соревнования по туристско-прикладному многоборью в технике горно-пешеходного туризма. Сегодня в парке имени Жилибера состоялось торжественное открытие состязаний. Главная цель мероприятия – укрепление международного сотрудничества, развитие спортивного туризма, а также повышение уровня мастерства участников. Международные соревнования – это площадка для подготовки и стажировки инструкторских и судейских кадров. «Приехали три команды из Украины. Приехал Николаев, Луцкий, Киев. Также приехала к городу Москва команда. Очень хорошая мастерская. Мы очень довольны, что они доехали все-таки до нас. И дальше уже, получается, впервые собрались, наконец, все области и город Минск». В чемпионате принимает участие более ста человек. Каждый соревнующийся имеет разряд по туристско-прикладному многоборью в технике горно-пешеходного туризма не ниже второго. В международных стартах, которые в Гродно проходят впервые, участвуют команды из Москвы, Луцка, Киева. «Все команды подготовлены хорошо. В соревнованиях принимают участие спортсмены. Допускаются спортсмены, которые имеют не ниже второго разрада, но практически в каждой команде есть мастера спорта, кандидаты мастера спорта. И как в наших белорусских командах, так и в командах наших гостей. Сегодня принимают участие все области, без исключения. Справедливости ради надо отметить, что не всегда так бывает, но сегодня все области принимают участие. Команды подготовленные». В этом виде спорта множество сложностей. Туристко-прикладное многоборье готовят практически бойца спецназа. В арсенале подготовки спортивное ориентирование, владение техникой передвижения по локальным препятствиям, переправа через водные преграды, склоны, оказание первой медицинской помощи. Открытый чемпионат Белоруссии по туристко-прикладному многоборью продлится три дня. Сегодня в районе реки Городничанки в центре города спортсмены вышли на старт для прохождения командной короткой дистанции. Завтра участники чемпионата встретятся в пышках и будут состязаться на длинных дистанциях в командном и личном засчетах. Дальнейшие этапы чемпионата и международные соревнования продолжатся в урочище «Меловые горы». Алла Внучко, Сергей Печерица, новости Гродно+. Такая уходящая неделя запомнилась нашим корреспондентам. Служба информации будет и дальше следить за обстановкой в городе. Будьте в курсе новостей с телеканалом Гродно+. Вы смотрели события недели. Приятных выходных, до встречи и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!